так продолжу я пожалуй смотрите еще раз вернемся к этому вопросу свойственно неопределенность а как иначе естественно это раз во вторых любой текст написанный на бумаге толкуется понимается по-разному зависит от образования представьте себе вы даете вот кстати говоря опять же ошибка наших доверителей вот он почитал да гк предположим о ничтожести 168 если ошибаюсь о все давай пойдем по этому пути и когда ему адвокат говорит да мы пойдем по ничтожести сделок все он считает что это так есть нет но он не может поставить правильный вопрос он не может продвинуться дальше даже если он дойдет до пленума опять же двадцать пятого пленума верховного суда то он там там пункты они действительно сделал по-моему начинается 73 пункта и дальше он ничего там не поймет и что же сделка оспоримый для этого и дается образование чем лучше образование тем лучше ты понимаешь что написано в законе да отмечу вы конечно скажете наши законы это воля спортсменов и артистов возведенную в закон не совсем так много законов которые ну скажем довольно примитивные довольно групп глупой на если ты написано непрофессионально но гк и гпк все-таки боль особенно гк все-таки будет нормально нормально все там да там есть пробелы да что то то пятое десятое шестое седьмое но вопрос толкования вот возьмем предположим опять же дело суррогатом отсутствии значит под колзина в основании правового интереса ссылается на что на закон об охране здоровья населения там написано что репродуктивной технологии она применяется для лечения да и так далее для семейных пар и там вроде бы одинокий мужчина изъявивший желание стать отцом не назван и что и вот под колзина толкует что он не может быть отцом да то есть сделка незаконно потому что он там не назван все правильно ведь и кстати говоря любой человек с улицы скажет да это правильно но это обыденное понимание извините меня до обывателя опять же возвращаемся к плену 25 что там написано ничтожны только те сделки грубо говоря который где есть запрет прямой прямой запрет там написано что одинокий мужчина не может воспользоваться вот это и есть запрет тогда да но если нет прямого запрета то вопрос о ничтожности ставить нельзя тем более там условия добросовестности были соблюдены то есть короче говоря если ты вступил право отношения ссылаться на ничтожность первоначальные сделки ты не имеешь права а это что означает это означает у тебя нет права на предъявление иска из такого понятия так вот туда никто не поперся ни под козлина не залезла до не первая инстанция не залезли не углубились вот вам и результат так о чем это я собственно говоря да поэтому люб вообще любое закон любое право по определению не должно быть определенным почему это только потому что всегда существует когда пишется закон на данный момент предположим очень образованные законодатели написали хороший закон но это на данный момент более того у нас нет истории законодательного акта вы не знаете почему они так вас формулировали открывается огромная свобода толкования как хочу так и понимаю вот в отличие от этого американцы да у них есть вот эти рекорд записи как вот это вот норма конкретных вплоть до предложения почему она звучит так или нет и ты можешь посмотреть кто ее внес какие аргументы приводились какие аргументы приводились против и так далее и тому подобное и вот эта вот история творения закона используется американскими судами для понимания зачем законодатель это написал у нас этого нет поэтому неопределенность по определению заложено уже в сам закон это нормально противном случае он бы даже не развивался никуда вот как бы застыл каменной фигуры да вот такой как статуя свободы и все ничего подобного и даже когда прецедентное право да ну прецеденты отменяется в зависимости от изменения социальных условий сейчас не буду приводить пример так что ничего в этом страшного нет это раз во вторых действительно человеческая деятельность человеческая деятельность с точки зрения понимания текстов покажите текст на английском языке как у тебя баригина застрали русского какой-то там на переводного он просто не поймет о чем идет речь вот и все так что и человеческая деятельность конечно и неопределенность закона это обеспечение его продвижения вперед закон это развивающаяся материя я так считаю что не знаю мы мы Продолжение следует...